Всем привет, это Павел Белинский и с вами Бегущий Человек. ГТА по-чувашски. Водитель БМВ в Новочебоксарске пытался уйти от шести полицейских машин. По предварительным данным, мужчина пытался протаранить автомобиль ГИБДД и скрыться. Подробности причины погони неизвестны. Отчаянный гонщик оказывал сопротивление при задержании, несмотря на численное неравенство. Рамзан Кадыров написал пост на китайском языке, в котором призвал исламский мир встать одним фронтом вместе с братьями против НАТО. Глава Чечни заявил, что США и Европа организовали десятки войн, военных переворотов и вторжений по всему миру, а миллионы людей стали их жертвами. Североатлантический альянс угрожает существованию всего мира, но Россия бросила вызов всем предсказаниям Запада. Патриоты, да, либерасты против. Так Денис Майданов прокомментировал реакцию на свой клип «Сарматушка». Клип вышел накануне на ютуб-канале и он собрал к этому моменту более 130 тысяч просмотров, где 5000 лайков и 15 тысяч дизлайков. Итоги подводить рано, но клип идет хорошо. Конечно, работа резонансная, но никто другого и не ожидал. Это же не песня про любовь. В другое время эта песня не появилась бы. Реакция предсказуемая. Патриоты очень за, либерасты очень против. Песня прямая, честная, где-то с иронией и ноткой юмора, но с гордостью за нашу страну, науку. Силу нашего оружия рассказал певец. С автором текста песни стал Дмитрий Рогозин. Накануне он запостил клип в своем телеграм-канале, но сегодня почему-то удалил. Денис Майданов пояснил, что видео якобы просто не вписалось в формат канала. Процедура техосмотра легковой машины вырос 1 января 2023 года подорожает в среднем на 57%, подсчитали в Коммерсанте. С октября 2022 года в стране начал действовать приказ ФАС по расчету претельных тарифов на ТО, который устанавливают для каждого региона местные власти. Анализ проведен по 45 регионам, при этом большинство из них подняли тариф до 913 рублей. В московские власти выбрали тариф 913 рублей для легковых автомобилей, где цена 720 рублей не менялась с 2012 года. В интересах граждан, конечно же. Глава КОМИ Владимир Уйба отказался извиняться перед жителями республики за то, что назвал их мусором и призвал горожан просто смотреть футбол, сбежав со сцены в Эжве. После возмущенных людей место для строительства мусорного полигона пересмотрят и начинают местные СМИ, но тарифы на вывоз вырастут. Терпилы россияне, как всегда терпели, так и продолжают терпеть. Вместо того, чтобы отдать Уйбе по заслугам, они просто покричали ему «Позор!». Как же это по-россиянски! Если вам понравился подкаст, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, додавите на колокол, чтобы не пропустить выход новых видео и подкастов и поддерживайте канал рублем. Все ссылки в описании. Спасибо, до скорого ролика!